Всем привет и добро пожаловать на откровенный, неполиткорректный, сразу же предупрежу, разговор про юзер-экспириенс, про качество, а также про то, есть ли хоть какой-то смысл в этих словах для заказчиков. И меня зовут Алексей Бородкин, я являюсь директором по продукту в агентстве Нотомедиа. Иными словами, в моем подчинении находится, во-первых, как аналитика и проектирование, поскольку это отдельная моя любимая тема, я дикий фанатик просто правильных подходов к аналитике и проектированию, возможно, вы были на одном из моих докладов, потому что я без устали про это рассказываю, но это меня постоянно греет, во мне это горит. И второе, что находится в моем подчинении, это контроль качества выпускаемых нами продуктов, поскольку мы их придумываем, и нам интересно, чтобы они и в конечной точке соответствовали тому, что мы придумали, их было не стыдно показать людям, и они являлись нашим лицом. А продукты у нас на самом деле очень разные, о них можно говорить долго, потому что это и сайты, различные отраслевые типы сайтов СМИ, в том числе крупных, это госсайты, это интернет-системы, это промо-сайты, сложные сервисы, куча всего. И поскольку у нас тремя нашими сильными сторонами является, во-первых, дизайн, во-вторых, аналитика и проектирование, это я уж не скромно скажу, но мы за это направление бьемся, я готов глотку перегрызть каждому, кто на мою территорию вступит. И третий важнейший нашим преимуществом и свойством является подход серьезный, крайний, к процессам разработки. И сейчас то, что я вам буду рассказывать про UX, про качество продукта, это то, что вот я лично и мы все выстрадали по этому поводу, когда выстраивали правильные процессы производства, и я буду рассказывать об этом не столько с точки зрения именно разработчика, сколько с точки зрения заказчика. И так, мы тут рассинхронизировались, но вот важно, о чем я вам не расскажу сегодня. Во-первых, я вам не расскажу о том, что вы должны, знаете, думать о пользователях постоянно, что вы должны просыпаться, с именем пользователя засыпать. Главное, я не буду вам рассказывать об этом, чтобы ваш продукт был удобен для пользователя, а все остальное придет, понимаете, вам не надо ни о чем думать. Главное, удобство. Главное, чтобы было хорошо. Главное, чтобы пользователь был спокоен. Кроме того, я вам не буду рассказывать о том, что, знаете, качественный продукт – это хорошо. Сделайте качественный продукт, сделайте вклад в будущее. Понимаете, качественный продукт – это инвестиции в окружающий мир, это то, чем вы делаете мир лучшим. Эти пустые слова я не буду говорить. И я не буду вам говорить о том, что, ребята, заводите себе юзабилити специалистов, без них вы пропадете. Вот реально, вот каждый из вас, встаньте и найдите себе юзабилити специалиста, а еще лучше обратитесь к нам, потому что без этого вы пропадете. Нет. И прежде чем мы приступим к этому очень сложному понятию, я хочу узнать, кто сейчас меня слушает. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто представляет здесь сторону заказчика, то есть клиентскую сторону. Ага, у нас достаточно. Хорошо. А сторону разработчика? Отлично. Ну, примерно поровно. Вообще зашибись. Я потому что буду сейчас рассказывать скорее для пользы для заказчика, но и для разработчиков много будет очень ценных мыслей, поскольку мы ведь работаем для заказчика с вами. Так вот, UX — это на самом деле понятие очень хитрое, потому что на поверхности лежа любой дурак и осел поймет, что сделать продукт удобным для пользователей — это хорошо, и в том числе для денег, потому что продукт удобен, пользователь пользуется с удовольствием, приходит к нам, оставляет ради этого деньги — хорошо. Но если копнуть чуть-чуть глубже и понять, что это значит для процессов, получается все очень странно. Вот когда-то я общался с юзабилистами. Есть такая одна компания флагманская, которая занимается юзабилити, постоянно это проповедует, они это продвигали на рынке. Вот как-то я сидел с ними, они сели вокруг меня кружком, я их спрашиваю, ребята, вот вы делаете там всякие юзабилити-тестирования, исследования, там бюджет, миллион, два, даже три бывает, а вот как вы объясняете заказчику, что он должен потратить на это миллион, вот эти два-три? Как он вообще вот это может окупить? Я вот жду, сейчас они меня просветят, сейчас мне скажут, они на меня смотрят, как баран на новые ворота, такие говорят, ну а… да никак. Я говорю, в смысле? А в чем вообще смысл? Почему оно стоит у вас миллион, и почему на вас надо потратить этот миллион? Да никак, мы же консалтеры. Мы просто поконсультировали, как бы ушли, а пусть заказчик сам понимает, зачем это ему надо, ну как бы это уже не наше дело. Я такой подумал, окей. И потом, как я начал рыться, я понял, что это очень частая такая история случается, когда приходит юзабилити-специалист, что-то делает, что-то хорошо говорит, все нормально, уходит, сделал свою работу, вроде сделал пользователям хорошо, а вот сидит заказчик, такой чешет затылки и думает, что вот это было, потому что было много пустых красивых слов, было много документов, каких-то там заданий на проектирование, задания, там, спецификации интерфейсов, даже есть такой замечательный, вот очень мне дико нравится документ, мудборд. Вот заказчик теперь вот есть мудборд, раньше у него не было мудборда, а теперь вот у меня есть мудборд, прекрасно просто. Много пустой работы, потому что вроде что-то исследовали, вроде какие-то рекомендации давали, вроде какие-то нарисовали интерфейсы прототипа, во имя чего, как это вообще отбивается. И самое интересное, юзабилисты говорят, это все окупится. Вот вы себе сделаете, и в будущем вообще такие результаты вообще у вас будут. Вот только вот мудборд подпишите, все хорошо будет. И заказчик вот сидит и думает, а что вот с этим делать? Кстати, вот поднимите руки, только честно, кто сталкивался с юзабилити-специалистами, от которых исходило ощущение, что работа была фуфло какое-то, которое они сделали. Вот, такие люди есть. И вот этот доклад, он адресован персонально в первую очередь вам, тем, кто пострадал, кого-то эти раны еще не зажили от юзабилистов. Самое смешное, с качеством творится та же самая была лайка. Потому что есть понятие качества. Ну, опять-таки, любой осел на рынке всегда говорит, что мы динамично развивающаяся команда молодых специалистов, которая создает высококачественные решения, ориентированные на бизнес. И вот кто слышал эту формулировку от заказчиков, от коллег по рынку и так далее? Поднимите руки, пожалуйста. Вот, да. Я думаю, те, кто не подняли, им просто лень было поднимать, потому что это все слышали. И там абсолютно та же самая история, что, типа, качество, давайте, это классно, это здорово, никто не может объяснить, что вообще такое качество, что туда вкладывается. Ну, просто, ну, сайт у вас будет клевый, ну, супер, вот, отлично. Никто не знает, как это выстрелить в деньгах для заказчика. Нам предлагают поверить на слово, что да, вот мы сделаем вам качественно, все хорошо, и вы будете довольны. И опять-таки, в прекрасном будущем, вот вы поймете, как мы были правы. Так что давайте деньги сейчас, нормально. И это приводит к грандиозным дурацким перекосам, потому что размываются сами вот эти два слова, под которыми интуитивно мы чувствуем, что это правильно, но они размываются настолько, что мы не понимаем, как оно вообще в процессах выстреливает. И если копаться дальше, на самом деле, я вас призываю, может быть, сейчас на секундочку уйти от UX и качества, проблема кроется еще и с разработкой. Размывается само понятие разработки. У меня есть один достаточно импозантный знакомый, он технический директор, и он мне запал в душу, все мы как-то запоминаем людей по действиям, которые они с нами совершают как-то, тремя моментами. Во-первых, он пьет как конь, это просто нечто невообразимое, как он умеет пить, и при этом в какие приключения после этого впадать. Второе, он рекордсмен, сколько раз я от него слышал в адрес своей документации, что твое ТЗ не очень хорошее, говорил немножко другое слово, но неважно. Это второй момент, который я заполнил. Третий момент – это маленькая история, которая у нас с ним произошла. Он создавал сайт одного достаточно сложного решения, и надо было срочно его уже сдать клиенту. Разработка шла несколько недель, я присмотрел за этим процессом, и в момент сдачи выяснилось, что у них что-то настолько расклеилось все, что только можно, они что-то не успели, не почитали ТЗ, что-то не воплотили. Я тогда был просто проектировщиком, он как бы ничего не мог на это никак повлиять, к своему стыду. И они к клиенту приехали не с готовым продуктом, а там совет директоров, вот эти собрались старцы фура, которые сидят смотрят в пиджаках. Они привезли не готовый продукт, а просто верстку, с проставленными туда значениями, причем так сделали, что тыкаешь на кнопку, значение меняется, ощущение, будто продукт действительно работает. И вот он скатался туда, вернулся, и мне довольный как слон просто рассказывает, смотри, как я вот их реально кинули, как мы их, ну вот лохи реально, блин, ну нормально, потом что-нибудь сделано на коленке, ничего страшного, главное сейчас дали. Я на нее смотрю и думаю, чем ты собакой сейчас гордишься-то? И само понятие разработки, усилиями таких товарищей, вот к чему приводит. Сейчас я вот переведу к теме на деньги, вот тема самой разработки. Вот выглядит процесс разработки по каскаду. Все мы знаем этот процесс, тут ничего такого нет непонятного. Вот как он выглядит глазами вот такого разработчика. Короче, сперва идут какие-то формальности. Мы должны подписать какие-то там документы, чтобы к договору приложить, ну клиенту там сказать, вот ТЗ там типа, ну давай, нормально. Потом, на всякий случай, мы заложим риск еще на дизайн разработки, на всякий случай, если клиент будет ерепениться, если что-то нам сделать, давайте перезаложимся так раза в два или в три. Все равно клиент в этом не соображает, ни черта. Дальше, короче, этапы сдачи гарантии лучше проскочить побыстрее, потому что, не дай боже, клиент чего-то там заметит. А если чего-то заметит, то или, на крайний случай, мы вот эти риски заложенные используем, а если он, если вот совсем творчески к делу подойти, можно сказать, слушай, чувак, вот ты просишь что-то переделать, а это в ТЗ не было. Допкост. Нет, допкост, давай деньги плати. Он говорит, а как допкост? Ну вот в ТЗ ты подписал документ, который вообще ни о чем. ТЗ подписал, ну вот и все, как бы нормально. И в итоге мы постоянно переходим на какие-то переделки, переделки, переделки. Самое интересное заключается, когда заканчивается срок гарантии, разработчики говорят, ну наконец-то, ну в общем, живите дальше. Нормально с вашим вот этим продуктом? Нормально. Глазами заказчика это выглядит вообще прекрасно. Во-первых, при таком подходе, когда у нас не продукт, а реально мутант, который постоянно вот мутирует, вносится какие-то изменения, нету видения продукта, никто не понимает, куда мы идем. Завышается стоимость разработки, потому что, во-первых, разработчик закладывает туда риски, которые не соответствуют продукту. Во-вторых, он все переделки пытается еще закатать вот в это не было в ТЗ, давайте допкост, потому что это ему выгодно. И я вот когда работал на стороне заказчика, у нас вот был такой проект, который мало того, что привел к непрогнозируемому повышению стоимости, так еще сожрал дикое количество меня от моих менеджерских ресурсов. Потому что я тратил время, я тратил силы. Накануне презентации Гендира обнаружил, что не работает там половина скриптов, мне пришлось сидеть кодить самому ночью накануне сдачи проекта. Это вообще был какой-то пипец. И самое ужасное, возрастает стоимость владения этим продуктом совокупная, потому что разработка занимает дикое количество времени, тратятся ресурсы, и мы потом с этим мутантом ничего не можем сделать. Потому что вот это вот развивать возьмется не любой разработчик, а только самый какой-то сумасшедший, и тот скорее всего скажет, давайте все суровим под ноль и построим заново, потому что невозможно с этим работать, там реально костыль на костыле. И такая история, на самом деле, она частая. Есть такой замечательный дядечка, он патриарх системной разработки, системной проектировки, Карл Виггерс. Он для американского рынка посчитал, что в среднем 40% бюджетов тратятся на пустые такие переделки, потому что не договорились, не поняли, как-то не синхронизировались и так далее. Не верите Карлу Виггерсу? Хорошо, у меня есть вторая темная лошадка. Есть такой товарищ, Барак Обама, и в США он устроил реформу здравоохранения. И там вот был несколько лет назад грандиознейший скандал, я его обожаю о нем рассказывать. Они создали в рамках реформы здравоохранения хренову гору абсолютно систем разных. Медицинские, которые друг друга обслуживали, которые там, ну можете себе представить, что такое вообще медицинские все эти системы. И в итоге, когда эти системы были созданы, в нуждался маленький такой приятный момент, они не могли контактировать между собой, потому что ни один из разработчиков не понимал, как устроена платформа, для которой они этот продукт пишут. Не было ни ТЗ, никакого описания. И они потратили, значит, на этот проект несколько миллиардов долларов, еще несколько сотен миллионов долларов, даже больше миллиарда. Они потратили потом на переделки. Обама пускал гром и молнии и называл это самым неуспешным проектом чуть ли не в истории США. Ну, в общем, кошмар. И что мы имеем перед собой, когда на коленке такая разработка строится? Мы теряем деньги. Мы неэффективно тратим ресурсы внутренние, прежде всего, это менеджерские. Мы тратим его время, мы тратим его нервы, он теряет мотивацию, мы теряем людей. Ну, кошмар. Проект становится неуправляемым при таком подходе на коленочном. Потому что мы не знаем, куда он идет, и в данную секунду времени вообще, что с ним произойдет. Он непредсказуем. Мы не можем его развивать, мы не можем понимать, что мы получим в итоге. И у нас нет никаких перспектив по развитию продукта, потому что лучшее решение с такими продуктами. К нам, например, на пресейл часто приходят такие продукты. Это срыть реально все под корень и строить с нуля уже по уму. И на самом деле, нам надо вернуть вот этому всему добру правильный смысл. И начать нам надо с понимания того вообще, чем занимается разработчик. И тут пример достаточно простой. Вот когда, например, мы приходим в ресторан, я ненавижу притянутые за уши аналоги, но это лучшая притянутая за уши аналоги, которую можно тут привести. Когда мы приходим в ресторан, мы выбираем в меню конкретный продукт. Мы понимаем, что вот есть блюдо, конкретный продукт, которое наши сейчас потребности удовлетворит. И в хорошем ресторане официант нам расскажет, что еще взять с этим продуктом. И максимум какие вопросы задаст, там степень прожарки мяса и так далее. А возвращаясь к нашему рынку разработки, что мы сейчас имеем, что приходит заказчик к разработчику и говорит, вот я хочу такой-то продукт, у меня есть такие-то потребности. С ним говорят, а, так, ну, короче, мясо какое вам надо? А какое бывает мясо? Нет, а какое вам мясо надо? А я не знаю, какое мясо бывает. Так, ну, началось. Ну, давайте выбирайте. И начинается вот там выбор мяса, гарнира, потом ты сидишь еще, как заказчик думаешь, а вдруг он что-то забыл меня спросить, а кажется, что он в стейк мясо забыл положить. Ну, вот реально с разработчиками так и бывает. Когда приходит заказчик, он оперирует исключительно так, ребята, вот сделайте мне вот это, вот это, вот это, вот это, копайте отсюда досюда, но это он уже становится как разработчик. По-хорошему, заказчик должен приходить с задачей и должен приходить с продуктом. И как это правильно должно быть устроено, я вам сейчас покажу. Дело в том, что, вообще говоря, UX — это не самодостаточная вещь. Рисование прототипов, просчитывание сценариев, удобства — это всего лишь один из аспектов того, что называется продуктовый дизайн, то есть создание продукта во всей его полноте. А что такое продукт? Смотрите, например, мы создаем интернет-магазин, чего угодно. У нас есть задачи заказчика, мы должны получать доход от продажи товаров, то есть мы их должны продавать, мы должны обеспечить доставку, мы должны обеспечить перенятие заказов и так далее. С другой стороны, есть задачи пользователей, потому что пользователь должен, в свою очередь, подбирать товар, он должен его класть в корзину, заказывать, получать его, оплачивать и все такое прочее. У нас есть внешние условия, у нас есть конкурентная среда, у нас есть разные сервисы внешние, с которыми у нас наш интернет-магазин будет связан, у нас есть один Неско, у нас есть много всего другого. И вот продукт — это то, что возникает на пересечении всех этих вещей, и неотрывно с ним связано, поскольку продукт — это вещь, которая должна быть одинаково полезна и пользователям, и заказчикам, и учитывать все, что строится вовне. И когда мы говорим о правильном продуктовом дизайне, вот мы говорили, что UX — это одна из его частей, UX — это вещь, которая занимается исключительно задачами пользователя. Мы знаем, как сделать пользователям хорошо, как нарисовать интерфейсы и все такое прочее. Но чтобы сделать правильный продукт, мы должны учитывать не только это, но мы должны проанализировать задачи заказчика, как минимум. Мы должны проанализировать внешние условия, мы должны учесть всю внутреннюю архитектуру, структуру данных, функциональность и прочее, все то, что составляет вообще понятие продукт. Иначе без этого мы не можем двигаться дальше, мы не можем никак функционировать. И если мы начнем от этого плясать, то на первый план выйдет процесс, который называется аналитика и проектирование. То есть это процесс, с одной стороны, снятия требований у заказчика по продукту, с другой стороны, формулировки решения. А требования эти должны формулироваться исключительно из бизнеса заказчика, и не надо заказчика спрашивать о том, а какую вы хотите меню — горизонтальное или вертикальное? Да не важно, потому что это наше дело предложить вид меню, а заказчик должен оперировать исключительно задачами и вмешиваться только в определенных точках. И если мы прибегаем к продуктовому дизайну, я вот сейчас вернусь скоро к деньгам опять, то смотрите, как у нас изменяется процесс разработки, тот же самый каскадный, который был и раньше при наколенке. Этап подготовки, он становится не какой-то формальным, давайте напишем ТЗ и никуда больше не сдвинемся, только в случае чего отхлещем заказчика этим ТЗ по щекам и скажем «допкост», «допкост» — нет. Процесс подготовки как раз становится процессом проработки продукта, когда мы прорабатываем интерфейсы, и пишем ТЗ, и прорабатываем все схемы интеграции и прочее, чисто логику. Тогда процесс дизайна расцветает другими красками, потому что мы уже дизайн оцениваем не с позиции, ну нравится-не нравится, но здесь надо красненький заменить на синенький. Мы уже можем опираться на описание продукта, на всю подготовительную аналитическую работу и говорить, да, вот этот дизайн будет полезен в рамках вот этого продукта, потому что у нас есть вот задачи пользователей, вот есть задачи заказчика, которые никто не отменял. И вот так они учтены. Разработка становится нормальной, потому что мы ставим четкую задачу, потому что процесс подготовки — это формулировка, в том числе и задание для разработчиков. Мы в итоге знаем, что тестировать, поскольку правильно спроектированное решение, оно предполагает и правильную последовательность тестирования, мы понимаем, что смотреть, что приоритетно, что неприоритетно и так далее. Гарантия превращается в сказку при таком подходе, потому что мы все тестировали, мы все продумали, на гарантии могут вылезти мелкие ошибки, которые можно безболезненно убрать, а это значит, что, во-первых, мы можем развивать продукт и в дальнейшем, а во-вторых, давать большие преимущества заказчику, это работает и на лояльность, это работает и на уменьшение наших внутренних трат и так далее, потому что у заказчика появляется понимание продукта. На этапе аналитики и проектирования он видит продукт, он понимает его логику и знает, что получит. У заказчика появляется прогнозируемая стоимость разработки, потому что одно дело, давать разработчику вводный тип, ну, нам нужен тренд-магазин, ну, там доставка, потом придумаем, и оплата, ну, наверное, Киеве, а может, не Киеве, может, внутреннюю систему поднимем, а еще сбоку какой-нибудь видеохостинг а-ля YouTube, ну, сделайте побыстрее, ну, что там, легко же. Так разработчик не может оценивать продукт. Если у нас есть ТЗ, есть прототип, разработчик может назвать точную сумму, на которую мы будем бить, и из которой, как заказчик, можем с разработчиком требовать. У нас есть четкие ожидания, поскольку вот этот процесс и аналитики, и проектирование, и дизайн, и разработки строятся в тесном контакте с заказчиком, он знает, чего ожидать. И мы знаем, что вам дать, и вы будете понимать, что вы получите. Снижаются риски проекта, потому что проектирование в целом, это проект, он направлен на одно, на снижение рисков того, что внезапно что-то вылезет непредсказуемым, мы не будем знать, что с этим делать. И риски, в том числе, и денежные, и временные. Мы рационально расходуем ресурсы менеджера, мы не заставляем его кодить, сидеть, выискивать мелкие ошибки в верстке, еще что-то. Мы говорим, вот есть точка согласования, вот есть прототип, вот ТЗ, мы тебе все расскажем, покажем, вот мы от этого двигаемся к следующей точке. Менеджерский ресурс привлекается оптимально и по-правильному. Мы минимизируем стоимость владения, поскольку разработка предсказуема, она занимает четкие бюджеты, и она масштабируема в итоге. Потому что мы знаем, что с этим самолетом делать впоследствии, поскольку у нас есть документация в актуальном состоянии, у нас есть понимание внутренней структуры, мы понимаем, во имя чего мы воевали, и все доработки могут двигаться дальше. И самое смешное, что мы неспроста говорим не только про UX сегодня, но и про качество продукта, что вот все вот эти бонусы, они работают на вот это качество. И про качество чуть позже скажу, мы разберемся с итогами, что дает. Как я сказал, это минимизация рисков, это повышенная управляемость, прогнозируемость решений, масштабируемость, снижение стоимости владения. Так вот, про качество. И качество, оно здесь обретает четкий понятный смысл, что качество – это такие условия, когда продукт, во-первых, выполняет свои задачи и пользовательские, и задачи заказчика, окупает траты на себя и готов к развитию. И вот это и есть правильное понимание качества. И когда мы двигаемся по такому пути, мы уже можем обеспечить некое качество. Вопрос в следующем. Как мы его можем максимизировать? Максимизировать качество мы можем, перейдя от каскадного подхода к итеративному. Здесь как раз и мои коллеги об этом говорили. Но в нем кроется с точки зрения качества и пользовательского опыта, и всех прочих штук, и денег в том числе, колоссальная фишка. Что такое итерация, если рассказывать на пальцах? Например, мы создаем сайт спортивного СМИ. Это огромнейший вау-самолет, в котором есть и статистика, и репортажи с матчей, и статьи, и куча всего другого. И в самом начале мы не кидаемся описать вот эту огромную кучу, которая может впоследствии измениться. А мы на условной итерации 0 продумываем целиком описание верхнеуровневого проекта, не вдаваясь в детали, просто зачем он нужен, какие задачи, какие блоки, крупноблочность и так далее. И проектируем маленький кусочек, который можно будет завершить в короткие сроки. Например, ленту событий, расписание матчей, все то, что можно уже вывести на главную страницу, показать, оно будет клево работать. Показываем клиенту, согласуем все это проектирование, прекрасно, все работает. Дальше мы переходим на первую итерацию, на которую уже подключается команда разработки, то есть разработчики, дизайнеры, верстальщики и так далее. Они этот кусочек начинают облекать уже вплоть и делать из этого кусочек маленький продукт, работоспособный. А мы параллельно, проектировщики, делаем следующую часть. Например, раньше мы делали расписание, а сейчас мы делаем большой блок статистики, еще что-то. Мы проектируем следующую итерацию. На следующей итерации разработчики начинают это разрабатывать. Мы двигаемся дальше и так далее. Вплоть до того, что мы получаем качественный продукт и понимаем, куда с ним двигаться дальше. В чем хитрости? Хитрость в следующем, что на каждом из этапов у нас постоянно идет постоянный анализ, проектирование, тестирование. То есть каждый из этих кусочек, он уже оттестирован, он уже работает. Это дает нам возможность, во-первых, через месяц выкатить правильный результат. И показать, вот результат нашей работы, а не просто показать, вот мы два месяца думали, вот вам ТЗ, был один у нас проект, чудовищный совершенно, о нем рассказывал на РИФе. Пять месяцев шло проектирование, в итоге появился документ на четыре сотни страниц, и к нему было порядка 150 правок в итоге, очень глубоких. И вот это начинается с бумажный бокс, все теряют мотивацию, никому непонятно, что происходит. Здесь этого бага такой подход лишен. Мы можем быстро проверять гипотезы. Мы решили, что статистики блок будет полезен такой, проверили, посмотрели, пользователям не очень нравится, хорошо, на следующей итерации мы это переработаем, без проблем. Мы готовы к изменениям. Даже если в середине мы поняли, что курс продукта надо изменить в другую сторону, ничего страшного. Мы всегда это можем изменить, поскольку мы постоянно проектируем, постоянно перепроверяем свои гипотезы, постоянно даем результат. И туда прекрасно встраивается и проверка этого опыта на реальных пользователях, все то, что составляет плоть от плоти UX. И мы готовы к постоянному развитию. И вот что это дает для заказчика. Во-первых, эффективно расходуются средства, поскольку, возвращаясь к моему примеру, когда мы 5 месяцев составляли документацию, сложно себе представить сервис, который можно разрабатывать в течение полутора лет, и в итоге он выйдет и окажется дико полезным, и прямо попадем в точку. Не бывает такого, мы не можем это спрогнозировать. Скорее всего, это надо будет переделывать. А переделки по каскаду, ну давайте переделаем еще за полгода. Через полгода опять понимаем, что не успели. И так вот начинается просто какое-то гаданье на кофейной гуще. Здесь мы получаем быстрый результат, и уже деньги, во-первых, вкладываются правильно, во-вторых, если мы создаем маленький продукт, мы уже даже можем теоретически отдачу от вложений получать, показывать рекламу на этом проекте, еще что-то. Устраивать продажи, если это у нас интернет-магазин, может быть без каких-то дополнительных фич. У нас, как у заказчиков, появляется колоссальная управляемость, потому что мы в любой момент можем вмешаться в проект и его направить в нужное русло. У нас есть понятный результат, потому что это понятно. В конце месяца мы получаем работоспособный результат, и все хорошо. И качество, про которое мы постоянно говорим, оно возрастает. И я понимаю, что сейчас у заказчиков эта схема, я думаю, не вызовет большого протеста, она правильная. Но вопрос в том, что рынок к этому сейчас, мягко говоря, не готов, и можно с равной вероятностью, а то и даже с очень неравной вероятностью, напороться на разработчиков. Да и так, сойдет, давайте сделать, что-нибудь ввяжемся в разработку, а там решим, ничего страшного, кому нахрен нужны эти аналитики, ну, блин, кому? Такие есть. И я хочу сейчас акцентировать напоследок ваше внимание на те точки, которые вам надо понимать, когда вы общаетесь с заказчиком, чтобы понять перед вами, заказчик, который готов нести ответственность за ваш продукт и его разрабатывать, или он готов рисовать картинки и что-то там согласовывать. И точки внимания следующие. Во-первых, на стороне заказчика должен быть выделенный человек, который будет заниматься продуктом, и это не должен быть менеджер. Точка. Поскольку у менеджера системы ценностей направлены на соблюдение сроков бюджетов, то, скорее всего, он пожертвует всем остальным, чтобы соблюсти эти сроки бюджета. Если есть отдельный человек, который будет заниматься продуктом со своими ценностями, со своими KPI, то тогда этот человек станет адвокатом продукта, который будет отстаивать продукт и внутри команды, и на самом деле, и даже в какой-то мере перед вами. Как заказчик, он будет держать ответ за продукт и говорить, нет, давайте сделаем немножко по-другому, потому что здесь мне кажется, с моим пониманием продукта, здесь это не сработает. Вы обсуждаете, и вы уже обсуждаете это заинтересованным, погруженным в проект человека. И степень погружения в проект разработчика тоже должна оцениваться на преселе. Как он глубоко въезжает в тему, что он говорит, что он думает. Должны быть у разработчика выстроенные процессы проектирования, и он должен с удовольствием об этом рассказывать. Потому что это плоть от плоти правильного продуктового подхода. Если он не может связать двух слов и говорит, ну давайте ТЗ подпишем, там разберемся, но это не процесс. Вы должны смотреть в глаза разработчику и мониторить, как это происходит. И разработчик должен постоянно вам рассказывать, во что вот этот процесс проектирования выстрелит вам в плане денег, в плане ресурсов, в плане всего остального, потому что он не нагревает воздух вокруг себя, чтобы, а давайте возьмемся за руки, сделаем мир хорошим. Ну, это не срабатывает в мире бизнеса. В другом мире мы живем. И если при таком раскладе сравнивать продуктовый подход и подход так сойдет, то преимущество, мягко говоря, заметно. И к подходу так сойдет, могу посоветовать обращаться только в одном случае. У вас дофига денег, вам пофиг на ваш продукт, и в принципе все равно, чего вы получите в итоге. Ну, не уверен, что здесь в зале такие люди вообще есть. И напоследок я хочу акцентировать ваше внимание на следующей мысли. Что если мы говорим про продуктовый подход, то он неизбежно приводит к тому, что мы получаем высокое качество продукта, выраженное в конкретных деньгах, что приводит к здоровой экономике проекта. Поэтому я призываю вас внимательно относиться к затратам на проекте, понимать, какие работы идут на пользу вашему бюджету, вкладываться именно в мозги. И один из прекрасных принципов, он гласит, что нужно долго подумать и потом что-то быстро сделать, чем быстро подумать и потом что-то делать долго. С вами был Алексей Бородкин. Буду рад ответить на ваши вопросы. Проектируйте на здоровье. Вопросы есть. Некоторые из них настолько глобальные, что, по-моему, потребуют отдельного доклада. Попробуем с более конкретных. Смотрите, вопрос. Как поступаем? Если сначала проектируем и выдаем заказчику, его может не устроить сумму, он уйдет. А если сначала подписывать договор, то как определять цену, чтобы не с потолка? Смотрите. Этап проектирования – это процесс затратный. И поэтому мы на преселе обычно уже врубаем нашу аналитическую машину, но мы не проектируем на всю катушку, а мы обычно ограничиваемся аналитикой вводных, которые есть. Плюс уже навскидку какие-то идеи даем, как-то их формализуем. Но это еще не является проектированием, это скорее является таким концептуальным описанием, чтобы мы понимали, что говорим на одном языке, а заказчик понимал, что мы заинтересованы в его продукте и готовы пойти чуть дальше. Если же говорить именно про процесс аналитики проектирования, он должен быть оплачен. И в нашем случае, если мы не говорим про итеративный подход, когда мы оплачиваем уже итеративно, там все дело упрощается, а про каскад, то сперва надо оплачивать этап аналитики проектирования, поскольку этот этап прогнозируемый. Его можно оценить достаточно точно, и там не будут расплываться бюджеты и так далее. А вот процесс разработки можно с самого начала оценить только вилкой большой, и чем меньше будет ясности, тем, понятное дело, будет вилка больше. И мы оцениваем этап аналитики проектирования, в его конце говорим разработчику, вот такая-то финальная стоимость, и заказчику. Если заказчик после этого говорит, ребят, у меня на это денег нет, то там варианта два. Или урезать продукт и делать какую-то его часть, ну или отпускать его с богом, ну бывает и такое. Это гораздо лучший расклад, чем когда мы ввязываемся в проект и понимаем, что у заказчика нет бюджетов, а он ожидал увидеть, вот ого-го, что такое. Работать с ожиданием заказчика надо правильно, и правильно настраивать на нужный лад. По времени еще один вопрос. Нужно ли, если нужно, то как объединять все документы, материалы итерации? Очень хороший вопрос. Да, их нужно объединять. Фишка в чем? Когда мы разрабатываем итерацию, мы должны разработчикам дать документ, который будет посвящен именно конкретной итерации, потому что они разрабатывают кусочек. Но при этом полезно, после того, как мы поняли, что уже вот это вот маленькое ТЗ на итерацию не изменится, суммировать это ТЗ в один большой документ, который уже описывает то, что мы уже сделали. У нас этот документ называется спецификация продукта. И этот документ описывает продукт, его можно использовать и при дальнейшей разработке. Разработчики, даже если там сменился разработчик, он может посмотреть, как продукт устроен изнутри. И даже если заказчик решит уйти к другому клиенту, он берет спецификацию. У нас принципиальный подход, что наши документы отчуждаемы, то есть они не зависят, исключительно не завязаны на нас и на наших мудрецов, которые могут это растолковать. Хочет заказчик уйти с этим документом к другому разработчику или поднять внутри штат своих разработчиков, ради бога. Мы рады будем в этом помочь. Алексей, спасибо еще раз. Буду рад ответить на вопросы в куларах.